Библейский портал экзегет.ру представляет Мы помним с вами из предыдущей главы, 39-й, что Иосиф был обвинен незаслуженно женой Патифара, царедворца Фараонова, и брошен в темницу. Но мы видим, что и в темнице, как сказано, Господь был с Иосифом, и Господь давал ему успех. 40-я глава начинается с первого стиха, продолжение пребывания пока еще Иосифа в темнице, и рассказывает нам о следующих событиях. Вместо, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они там под стражу несколько времени. 41. Однажды, виночерпя и хлебодару, царя египетского заключенного в темнице, виделись сны. Каждому свой сон обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. 42. И пришнул к ним Иосиф, поутру увидев их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараонов, находящихся с ними в доме господина его под стражу, говоря, 43. Отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Скажите мне. 43. И рассказал главный виночерпя Иосифу сон свой, и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. 44. И чаша фараонову в руке у меня, я взял ягод, выжил из них чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. 45. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви три дня, через три дня фараон вознесет главу твою и возрастит тебя на место, и ты подашь чашу фараонову в руку его, и по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. 46. Вспомни же меня, когда хорошо будет тебе, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. 47. Ибо я украден из земли евреев, а также здесь ничего не сделал за то, чтобы бросили меня в темницу. 48. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, мне так же снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, верхние корзины всякая пища фараонова, изделия пекаря и птицы клевали ее из корзины на голове моей. 48. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его, три корзины это три дня, через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. 49. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слух своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слух своих, и возвратил главного виночерпия на прежде место, и он подал чашу в руки фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. 50. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Вот такая глава, в ней, в общем-то, она по меркам Ветхого Завета не такая большая, всего 23 стиха, нам необходимо было прочитать полностью, потому что здесь всего лишь две истории о виночерпии и хлебодаре. Мы видим, что Иосиф в точности истолковывает сон, который был виночерпию и хлебодару, и он всегда говорит, истолкование не от Господа ли. Он не говорит, я толкую сон, он не говорит, я оплодаю великим даром, как сегодня бывают там экстрасенсы, различные люди, которые составляют сонники, люди к ним обращаются. Надо всегда подумать и задать себе вопрос, прежде чем заняться этим суеверием, а кто эти люди, которые дают истолкование тех или иных наших сновидений. Всегда ли стоит доверять снам? Мы с вами как-то в одной, когда истолковывали одну из глав Священного Писания Ветхого Завета, где уже говорилось о снах, упоминали об этом, что не все, что с неба, то от Бога. И сказано, испытывайте духов, от Бога ли они. И испытывать надо, откуда это сновидение, сравнивайте его с Священным Писанием. Мы помним, что святитель Феофан Затворник, к которому мы тогда обращались по поводу тех или иных сновидений, которые бывают в человеческой жизни, как к ним относиться, строго предупреждает об аккуратном отношении к снам. Не мнить о себе более, нежели человек есть на самом деле. Видим, что когда Иосиф говорит о том, какие вам были сны, я вам растолкую, он говорит, не от Господа ли истолкование. То есть он обращается всегда к истолкованию не только сна, но и вообще всей своей жизни сквозь призму божественного откровения, сквозь промысел Божий. И мы видим, что здесь он дает истолкование первое и второе. Иосиф Виночерпи действительно, как он истолковал, был выпущен из темницы, а Хлебодар, как он об этом и предсказал, Бог ему открыл в откровении, был предан смерти. Вот интересно здесь заметить заключительный стих 23. Он говорит о том, что мы помним, что когда он истолковал Иосиф Виночерпи и сказал, что вспомни меня там, когда тебя выпустят. Он точно знал Иосиф, Господу, было ему это открыто, что его выпустят. Вспомни меня там, когда ты будешь подавать фараону вино. Скажи, что я осужден ни за что. Скажи, что и братья меня продали ни за что. Скажи, что и здесь это была клевета. Но 23 стих этой главы заключает так, что когда был освобожден главный Виночерпи, то об Иосифе он забыл. Так часто бывает в нашей жизни, что мы порой больше помним зло, нежели добро. Так часто бывает в нашей жизни, что мы вспоминаем больше какие-то события, где нам было принчено больше вреда и зла. А вот о добром, чтобы помочь человеку, мы часто забываем. В нашей жизни очень важно, когда мы ее проживаем, так сказать, не забывать о Христе и о промысле Божьем. Мы видим, что здесь Виночерпий был освобожден, и когда ему стало хорошо, то он забыл об Иосифе. И, в общем-то, наверняка он дал ему какое-то обещание, и наверняка он с радостью воспринял его это истолкование. Представьте себе, сидишь в тюрьме, а тут тебе скажут, что ты будешь свободен и что будешь восстановлен в прежнем положении. Конечно, он радовался, конечно, был восторг. Но вот когда ему было хорошо, он об Иосифе-то и забыл. Это нам очень хороший урок. Будем помнить о тех людях, которые сделали нам добро. Будем помнить о тех людях, которые не просто нам сделали добро, но еще то, что мы им за это добро что-то обещали. Будем верны своим обещаниям. Чтобы не произошло с нами то, что сказано в Священном Писании. Тот человек, который что-то обещает, но не делает, этот человек подражает дьяволу. Ведь дьявол всегда обещает какие-то иллюзии. Он всегда обещает, но не исполняет. О Боге же сказано по-другому. Что если даже родная мать, сказано в Священном Писании, забудет тебя, Господь говорит, я тебя не оставлю никогда. Поэтому здесь еще такой урок, что не будем надеяться на князя, на сына человеческого. Не будем надеяться на обещания людей. Но будем надеяться на Бога, который никогда не предаст, который никогда не продаст, который все свои обещания сдерживает, как в этой жизни стремится нас спасти и сохранить от зла, так и в жизни будущего века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok